Живейщик, я не знаю, любую аудиторию поздравили с Днем Народного Единства. Причем, неважно, считаете ли вы этот праздник истинным, не считаете, это такое дело. Но, предположим, что вас поймали где-то на мероприятии, тележурналисты с камерой дали вам микрофон и сказали, а скажите на камеру пару слов, что бы вы пожелали в связи с Днем Народного Единства многонациональному народу Крыма? Ну, например, меня интересуют, внимание, интерес, визуализация и решения. Обязательно нужно это все делать, напоминаю, на шкале времени. То есть, поскольку речь идет о том, что вот в этот момент вы даете интервью, вы, понятное дело, будете стартовать с прошлого, будете переходить к будущему, все пожелания это про будущее, правильно? То есть, с учетом временной шкалы нужно захватить внимание, вызвать интерес, визуализировать будущее и что-то пожелать. Более-менее структурировал, да? Вот эту структурку сейчас себе набросайте, что вы скажете, и мы ее еще запишем, хорошо? Время пошло. Минуты четыре хватит. Ты начнешь? Нет, я просто не хочу, с этого начинай. А, да, я ничего не писал. Значит, внимание, первое. Вызвать внимание. Ну, потому что есть некоторые спикеры, которые начинают за упокой и сразу отбивают внимание. Потом вызвать интерес. Мы проанализируем, вот слово интерес, оно очень объемное. Там огромное количество речевых оборотов нужно примерять, которые интерес вызывают просто как консервы по умолчанию. То есть, даже можно не париться, а иметь несколько речевых заготовок. Что такое визуализация? Если вы когда-то читали книгу Сергеевича, это такой известный судебный адвокат начала 20-го века, который издал книгу, называется «Искусство речи на суде». И там речь на суде тоже структурирована. Вот это у него называется «рисовать картины». То есть, вы можете перечислять сухие факты, отсылать к статьям Уголовного процессуального кодекса, но надо рисовать картины. Вот это визуализация. Ну, и третье, это вот итоговая точка, точка выхода. Это решение. В лифте, это получить визитку или договориться о встрече. В пожелании телезрителям, например, это тоже какая-то точка выхода. Ну, например, за все хорошее против всего плохого. Желаем здоровья, денег. Есть такое пожелание, например. Желаю вам примерно полтора гектара на берегу Лазурного берега, ну, особняк, чтобы камин с четырьмя палетами, уложенными пятитысячными купюрами, уже был во дворе. Ну, и так далее, и так далее. Ну, правда, картина прикольная? Тоже может быть точкой выхода. Вот. Как на душу ляжет? Любой текст пойдет. Мы его сейчас проанализируем, из него вынесем, собственно говоря, основные результаты. Прошел? Может, я его чуть-чуть открою? Ну, пять минут я вот так вот, чуть-чуть. Можно оттуда прояснивать. Или оттуда прояснивать. Можно добавить текст. Я могу, чтобы ваша шум подходит. Спасибо. 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 А, в конце я, например, скажу. Ну, и поэтому, по поздравлению, 4 ноября. При этом хочу напомнить, что мы сейчас занимаемся структурой. В конечном итоге будем обсуждать эмпатию. Но не забываем о том, что будем говорить на камере. Но при этом надо всех кормить взглядом, надо жестикулировать, надо быть живым. Кстати, книжка Сергеевич «Искусство речи на суде» есть в интернете. «Искусство речи на суде» читается как увлекательный комплектив. В принципе, просто классический учебник в Российской империи города Струкска. «Искусство речи на суде» есть в интернете. Это название книги или это какая-то книга? Если кто-то готов, то можно начинать. Что там насчет фабреста? Давай. Значит, речь идет понятно о чем. Сейчас я вот так вот настроюсь. Мы поздравляем с днем народного вести себя. Дорогие друзья, мне была огромная честь поздравить вас с очень патриотическим праздником Днем народного единства. Так получилось, что этот праздник в душе у каждого патриота, у каждого россиянина на уровне генетическом и в чем-то таком чувстве номер одном. Он имеет более 400-летнюю историю. В народе закрепилось название этого праздника, это смирное время. Вы помните, что на Руси вражеские интервенты во главе с поляками и польской элитой заседали в Кремле. И у нас появлялся один лжедмитрий, второй лжедмитрий, третий лжедмитрий. Но наш народ во главе с Миниром и Пожарским смогли объединиться и вместе с иконами выгнать вражеских интервентов с Кремля. Я думаю, что сейчас у нас почти такие же времена. Возможно, они настолько темные, но тем не менее они есть. И мы сможем обязательно с вами объединиться, воссоединить все русские земли и будем чувствовать так же, как и наши предки 400 лет назад, гордость и ответственность за будущее нашего Отечества. Спасибо. Я предлагаю не переходить к следующему, пока мы не сделаем разбор быстрый и не нанесем отдельные тезисы. Что было, что было, чем сердце успокоилось. Ну, прикольно, по структуре все понятно. Какие вот есть первые ощущения, вот первого уровня? Что сразу бросилось в глаза с точки зрения, ну и хорошо, и с точки зрения плохо? Какие есть мысли? Информативность хорошая, а настроение пессимистичное? Не, оно не пессимистичное. А вот даже оптимистичное, то оно медленное. Ну, вяло. То есть у вас шута больше пессимистична? Да. То есть не давим. То есть тебя было меньше, чем всех остальных. И ты даже заткнулся в один момент. Это в таком состоянии часто бывает, что теряется мысль. Когда у тебя много, ничего не теряется. Даже если ты шута выпустил, тут же вторая подходит, третья. То есть для того, чтобы тебя было много, надо хотя бы хорошо вздохнуть, править плечи, выпрямить спину и вжарить. Ну, это вот что касается самой повертовки. Но в целом по структуре нормально темп речи был низкий. Да? По содержательной части. Ну, структура-то понятно. Это коснулся истории. А где? А, вот. Коснулся истории прошлого. Отсюда, да. Коснулся истории. Описал Креволь, Лжедмитрия, Смуту. А, что объединились, выгнали врагов. И поскольку время у нас такое, то будет победой впереди. В принципе, все понятно. Все нормально. Какие еще мысли? Ну, вот, когда говорил о прошлом, что уже начинало внимание все уходить от этого, потому что, ну, как, медленный темп речи. И уже целую половину просто мимо, внимание не прошло. Ну, да. С точки зрения внимания, интерес, визуализация и итог, ну, внимание, ну, как-то захватил же, потому что вышел на центральном месте. Ну, да. Потом у нас был спорт. Да. Как удерживать внимание по структуре, мы сейчас разберем подробно. И как можно при помощи картин. То есть, ты начал... Ну, давайте уже разберем подробно, да? Да. И сейчас мы пойдем уже тогда в следующую, может быть, вы полезли лучше. Ну, во-первых, добрый день, дорогие друзья. Мне выпала большая честь. Канцеляризм. То есть, в принципе, сразу же применил речевые абанты, которые считаются, ну, самыми неудачными. Но они как бы считаются приемлемыми в традиции, передаваемые. А поскольку общая культура речи у нас крайне низкая, то получается, в нашем кругу общения так говорят почти все. И это на уровне стереотипа воспроизводится в преемственности всех событий и всех публичных речей. То есть, категорически надо отказываться от того, чтобы, ну, вот эти вот вступления длинные, которые не сразу не захватывают внимание по эмоциям. Ну, все от тебя ждут чего-то. Ну, например, сразу можно нарисовать картину. Ну, например, люди растут под давлением. Девушки целуются тоже, в принципе, под давлением в первый век. Ну, в общем, что-то такое, что вообще переворачивает матрицу. Ролик видели на РТ-24, на Р-24 ролики. Я живу в Якутии, я россиянин. Я живу в Грозном, я россиянин. Там, в принципе, было ни слова про Смуту, ни слова про Кремль, ни слова про Россию с точки зрения, ну, голубоглазых блондинов. А там как раз упор делался на то, что нас очень много. Мы разные по цвету глаз, по цвету волос. Но мы едины, потому что у нас есть нечто. Можно было бы пойти вот в этом направлении. Ну, понятное дело, что формально это четвертый коронавирус считается, что когда прогнали Ляхова из Кремля. То есть по структуре здесь нужно сказать что-то очень яркое и нарисовать картину. Просто даже вот просто воспроизвести что-то, как и скину, чтобы вспышка в сознании была. А потом от него построить логическую цепочку. Либо о том, что нас враги давили, они нас дали тысячу лет, а мы им все равно даем трендюлей. 612-й, 812-й, 45-й и песни бесконечные. Сейчас хотят еще раз, а может быть не столько. Так выдержи за то, чтобы они даже не подумали об этом. Ну, потому что вот она традиция. Ну, например. То есть всегда нужно начинать не с канцелярских вступлений, а с какой-то картиной, которая повышает энергетику интереса. Ну и дальше в раз-два-три раз танцевать и здесь сделать какой-то тоже вот такой вот финал. Я сейчас не касаюсь, не форматирую содержательные части, потому что она у каждого своя. Я в конце вам скажу, как я, уже записался там на канале. Ну, в общем, это то, что он вот у меня пройдет. Потом еще надо не забыть вам о скайпе с трудовой. Ну, в смысле, как у меня все было. А кто следующий? Давайте я. Да, ну, пару минут. Я тут взял небольшие стеки. Дорогие сорокники, хочу вас поздравить с Днем Народного Единства. Хоть это еще молодой праздник, который начал в России отмечаться с 2005 года. Именно Народное Единство спасло Россию в 17 веке. В начале 17 века знаменуется интервенцией поляков. Прониктальная речь Кузьмина-Минина, направленная на единение русских против борьбы. Ляхов сделал свое дело. Народ кронился и скинулся по одной третьей, одной пятой имущества наружу, боеприпасы. Военачальником был назначен Дмитрий Пожарский. Народ объединился независимо от вероисповедания, национальности и статуса. Именно 4 ноября 1612 года Народное ополчение вместе с казаками освободило Москву от захватчиков из Польши. Этот великий пример единства народа, которым мы отмечаем и по сей день. С Днем Народного Единства. Хотелось бы закончить короткими стихами. Пока мы едины, мы непобедимы. Лозунг простой, но правильный. Всех поздравляю я с Днем Единства. Праздникам нужным и правильным. Пусть будет мир и пусть будет согласие. На всех просторах огромной страны. Всем подарок, свое дарыве на счастье. Будет всегда и со всеми дружны. Не, а что? За 3 минуты подготовки. Собственно, я тоже запрещу. Самый? Самый, конечно. А, ну да. Ну какие мысли? Кстати, то, что читать с листа, в некоторых случаях очень даже приемлемо. То есть, есть там стереотип, что когда вы из бумажки, то это высочайший пилотаж. Если из бумажки и держишь внимание, то ничего страшного. Ну держал внимание? Да. Справку исторический дал? Как это было, да? Ну в принципе выдержал, в общем-то, все параметры. Ну если в тонкости там было. Ну в тонкости, да, понятно. Можно так сказать. Исторической картины не было, но это было очень приятно слушать. 3 минуты подготовки. Ага. Настроение хорошее, я задал. Угу. Ну в целом очень даже ничего. Ну в деталях там тоже есть что покопаться, но в целом, без сомнений. Я не с ним согласен. Да. И по темпу речи, и на форму, и поздравлял. Ну даже, ну хорошо. Даже уже аналитик этим у нас. Ну взглядом не коррел. Ну взглядом не коррел. Айпад, кроме взглядом, да. Было, было. Следующий. Да. Ну главное место. Друзья, соотечественники, россияне, крымчане. Мы отмечаем прекрасный праздник. День национального единства. Благодаря этому чувству, чувство единства, наш народ, смог победить в Великой Отечественной войне. И само-самое чувство, чувство единства, это одно из качеств, одно из богатств нашей страны. Потому что наряду с природными богатствами, наша земля богата именно людьми. И благодаря культурному разнообразию, благодаря единству этого культурного разнообразия, наша страна богата и процветлее. Извиняюсь. Ничего-ничего. 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 И наша страна обречена по успеху. То есть, не обречена, а... Винтово слово, наверное, все. А что? Ну... На грани, но нормально. Особенно хочется пожелать мудрости нашему народу, крымчанам. Потому что Крым, как и наша большая страна, очень многонациональный регион. Но здесь это все очень сконцентрировано. Здесь очень наглядно можно увидеть, как взаимодействуют люди различных конфессий, различных национальностей. И именно нам, крымчанам, нам, россиянам я хочу пожелать мудрости в этот праздник. И успехов и процветания. Основные характеристики сказанной речи. Ну, цель достигнута. Ну, в принципе, на телевизоре прошло бы как с добрым утром, потому что грунт. Чего не так-то? Ну, волну не видно. Сейчас структурно я сбился. Структурно совершенно подобное. Ну, живой человек. Это нет. Ничего. Это простительно. Мне кажется, основной недостаток это темп речи. Темп речи иногда даже вход до подбирания слов. То есть для такого выступления, ну, желательно дома, ну, например, если запланировано и есть время для подготовки, то желательно его хотя бы пару раз перед зеркалом проговорить, чтобы темп речи был, например, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тогда вообще все недостатки бы скрадывались. Как только темп речи, например, становится ниже порога, сразу, ну, начинает внимание гулять. И внимание не держится. Вот это основной недостаток, который, мне кажется, надо... Он, кстати, свойственен и мне, и всем, и всем, потому что особенно, когда экспромт... Ну, слава подбираешь, женщин всегда. То есть вот темп речи, ну, а все остальное вполне терпимо. Ну, я знаю, мне поступалась логика. То есть я как бы начал вместо логики, на самом деле. Я потом пришлось возвращаться, там еще всего хотел начать. И, в принципе, тяжело было не выставить этот фильм. Кстати, делательный совет относительно того, как готовиться. То есть, если, например, дали пять минут для подготовки публичного выступления. Короткого, минутного, полутораминутного. И у вас на листе, и вы начинаете на листе писать, как пишут основная масса людей. Они начинают, ну, первое, начинают просто писать текст. Не структурированный. Вот просто текст, который, по идее, надо прочитать. Поскольку речь импровизационная, живая, она как бы требует, ну, перепадов, рула. То, как правило, нужно выделить всего лишь три тезиса. Четыре. И вот тупо их записать в виде плана. Стартануть от этого, самостоятельно понять, как прийти ко второму. И вот эти вот вспышечки, это вот такие вспышечки в сознании. Даже если не будет листа, они работают. Понятное дело, с небольшой практикой, с небольшой подготовкой. Но писать текст на балл категорически вот в коротких не применимо. Ну, потому что все равно текст не запомнишь. Его надо зубрить. А вот написать сценарный план, и тогда все получается легче. И причем сценарный план тоже на уровне картин. Вот что идет. Да. То есть, кто... Можно даже начать с вопроса. Кто помнит, что такое 4 ноября 1619 года? Сразу оп, картинка, начинаем ее обрисовывать. Подходим ко второй вспышечке, начинаем обрисовывать. И получается более живая речь, вообще без консервизма. Ну, ну, любую речь надо сначала изучить, хотя бы. А, это вообще по умолчанию. То есть, сюда выходят люди, которые изначально настроены на то, что они будут все знать, стараться по максимуму все знать, иметь очень богатую аргументацию, очень широкий кругозор. Это даже не обсуждается. То есть, мы здесь двоечников или дворогодников не рассматриваем, как явление в природе. Правильно? Преподаем преподавателями. Да. И даже с точки зрения эмпатии не кичимся тем, что мы знаем больше. Потому что это тоже может быть от бойников. Некто не кичится. Кто о чем? Я. Следующий. Можно? Да. Всем добра. Я не буду говорить сегодня о нашем прошлом. Я хочу поговорить о нашем будущем. Представьте нашу картину нашего будущего. Россия. Процветающая, могучая, сильная страна. В которой живут счастливые люди. Они создают крепкие, большие семьи. Мужчины там мужественные. Женщины жерстные. И вот День народного единства, вот этот праздник, как никогда сейчас актуален. Для того, чтобы нам нужно понять, для чего и почему именно сейчас необходимо объединиться, как всегда это делал наш народ, и воплотить вот эту картинку будущего, которую я сейчас сказал. Воплотить ее в жизнь. Вот. Поздравляем всех с праздником. Владимир Господь. Спасибо. Очень хорошо, по-моему. Хороший ход. Хороший ход. Ну, заткнуться надо, это же понятно. Там, с затыками, кто без затыков. Все с затыками. Но целый, по-моему, очень круче. Сойдет за перевод дыхания. Затык. Не, очень убедительно. Понимаете? Логовичный. Да, это конечно. То есть, особо никого не грустил, сказал там раз, два, три, все хорошо. Ну, мальчики, мальчики, а девочки. На секундочку. Да. Братья, с праздником! Когда стоишь впереди, цель, сзади рать. Рать несметная, поддерживающая, все можно преодолеть, все сделать, все достичь. Мы, каждый из нас, гениальные, талантливые, умные, смелые. Каждый по себе выдающийся человек. Когда сзади такая поддержка, каждый по себе может дойти до безграничности. Я всем вам желаю достичь этой безграничности. Вместе, нашей страной. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Заботьтесь о своем здоровье. Бросайте пить, курить. Занимайтесь спортом. Идите вперед. Пусть поддержит вас вся страна. Пусть ваш сосед вам улыбается и подставляет плечо. Пусть чувствуете любовь со всех сторон. С праздником, друзья. Очень хорошо. Ну, во-первых, неожиданно. Во-вторых, совершенно с другой точки зрения не очень важно. Легкая напряженка. То есть, плечевой аппарат был немного застывший. Да-да-да. А так пафоса чуть-чуть больше. А получается, как в этом момент вышло, я забыла что сказать хотела. Пришлось пафоснуть. Ну да-да-да. А так в целом... Чуть-чуть перепинания между... Ну, членораздельности не хватало. То есть... Вот воспринимают, как один ряд, одно предложение. То есть, чуть-чуть не впинут. Угу. Не помню. Ну, насколько. А насчет пафоса кажется, что это просто как будто такое... Ну, в торжественном собрании это очень приятно. Как будто бы не выступление актера. Угу. Ну да. В торжественном собрании митинг это примерно один порядок. Ну, потому что вот эти вот телевизионные картинки дают как бы этот настрой. И человек выходя, он настраивается на то, что видел, каким-нибудь уже ассоциацией. И, соответственно, себя в этой ситуации так и ведет. То есть, это все объяснимо. Почему так? Угу. Особенно без подготовки. То есть, вышел и... Ну да. Настройка в голове... Есть еще желающие? Ага. Ну, давайте, да-да-да. Прошу. Да? Ну, девочек пропустим. Чисто по понятию. Хорошо. Не надо на них производить хорошее впечатление. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Вы здесь все профессиональные. А я зашла научиться. Вот поэтому я хотела свое поздравление вообще-то с точки зрения обывателя. вам предложить. Вот. Мы в Крыму не очень привычены к этому празднику. Да? Ну, как бы подать вам на столько второй год. Значит. Как бы объединен, да? И я и была вчера правила великолепно. Но, так как я телевизор смотрю редко, наночь включила на 10 минут. Вы знаете, увидела, как Путин взлокает цветы и покинул вымененное пожарство. И вот для меня, ну, сегодня такая задача дошла, что я также ассоциирую вот этот праздник. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у нас 20 лет, ну извините, не на камеру, но делали жлобами. И вот это мое обывательское ощущение. И чтобы достать что-то человеческое, надо задуматься как минимум, да? И мне кажется, что пожелать людям вот в этот праздник, так это вот именно, что доставать все свое человеческое, осознавать его, объединяться. У меня, кстати, очень много друзей, русских, украинцев и татар, и других национальностей. Это очень здорово и как это позволяет реализовать такое счастье в жизни. И поэтому я хочу всем пожелать. Достать все человеческое и, в принципе, потом прийти к какому-то обществу справедливости, к всеобщему благоденствию. И мне очень понравилось выступление предыдущего. У меня все классные, мы первые запоминтизированы. Вот это классные, ну, а я попасно не умею, как предыдущая моя коллега. Вот, спасибо за внимание, всем счастья! Сука! А я сейчас объясню почему. Вот вроде бы не профессионал. Вот вроде бы... Но! Была нарисована картина сходу. Была нарисована картина, как по телевизору увидели Путина, да? Которые возглавляют мини на благослове. А вот на любой бы вечеринке корпоративной, которая была бы, например, на предприятии, где вот сидят люди там, даже налили там по куколе, вот это было бы самым центральным доступом. Во-первых, есть искренность, полное отсутствие пафоса. Есть очень маленькая дистанция. Тут же ж еще эмпатия, она ж и в чем заключается? Вот такая вот дистанция. А у хороших ораторов получается, что дистанция резко сокращается. Она не до беспредела, но длица становится намного ближе. Кстати, канцеляризма я там в этом смысле удаляю. Мне выпала высокая честь. Ой, аж где? Особенно слово «жлобальный» это вообще, это не на самом деле, это называется ну как бы язык внутреннего общения, когда люди уже притча как бы не соблюдают формально. Но это еще больше сближает. И получается, что кроме темпа, кроме содержания структуры, еще и дистанция. Вот мне кажется, вообще было очень хорошая структура. Не шаблон, да? Да. Ну, человеческая. Это вот называется простым народным языком сказать на раз-два-три. Сказать на раз-два-три. Да. Но употребление же организмов на камеру, оно конечно... Почему? А то конечно что? Потому что мы тем самым нравственность понижаем и... Дайте определение нравственности. Нравственности. Да. Человек, который блюдет законы греков. А можно заодно синонию слову «жуб» только не жаблоны? Да. Житель воронежской губели. Ну, ты как из воронежской губы? Нет, это... Нет, это... Усилий, я не соглашусь за счет нравственности, потому что здесь нравственность не только не была, не пошатнулась. Она даже выросла. Потому что ни у кого, например, не было оскорблено внутреннего чувства. И у тебя не было. Просто у тебя есть формальные правила, которые у тебя включаются всегда, когда сердце выключено. А если включить сердце, то формальные правила могут вообще отойти и на задний план. Но по сердцу что-то плохое было сказано? Я не говорю про плохое. А я предлагаю искренность прячивать вперед, а формальные правила чуть-чуть назад. Потому что если формальные правила вперед, а сердце выключено, это называется лицемерие. Ты уверен на все сто, что там было без нравственности? Наоборот, мне кажется, повышает нравственность за счет того, что у кого это есть, тот как бы почувствовал... Определение нравственности – ключевой элемент вот этого спора. Это, кстати, этический спор, очень важный. Он тоже, кстати, для ораторов принципиально важен. То есть, именно. Поэтому мы должны давать картинку будущего хорошего, а не опускать ораторским искусством до низших слоев. Да, Таэр, я прошу прощения. Да. Да. Что у нас делали? Нет, ну понятно, надо было подобрать синонию. Можно сыграть вообще? Мы будем к тех, как мы с тобой. Может быть, сейчас. Ань, в этом случае можно было просто сделать обозрение, в твоем случае, на сайте обвините. А у Тани, у Штейна? Нет, нет. Хорошо. Можно сказать, нас опускали и вдаптывали. Конечно, мы им, что это будет год, да? Нет, нас опускали и понял, но меня в предприятии решили. Мы здесь сидели, забитые в плане, что у нас не было куда-то шире. Последний, последний стрелец этим занимаются, как бы, глобально. Как от Рыбчанкова, в тот день, когда нас... Да, я в самосторе. Я его, в русских странах. Кого? У меня представляешься. Я не знаю. Нет. Я прошу прощения. Нет, ну вот этот этический спорт, кстати, очень принципиально важный, он иногда становится причиной конфликтов, которые противоречат самому празднику народному единству. Между прочим. Ну, единство, антипод – это не единство. И разделяется не только по религиозным, комплексным и другим причинам, а еще и по разным отношениям к этике. А этика, как всегда, известна выше у нас религии. Ну, сейчас вернемся к этому. Давайте... Кто еще? Угу. Добрый день, кримчане и кримчане. 16 марта 2014 года мы с вами сделали осознанный выбор и стали гражданами самой многонациональной страны в мире. Сегодня, 4 ноября, мы празднуем, на мой взгляд, один из самых важных праздников в современной России. Ведь Российская Федерация является примером того, как многие национальности, люди с разными взглядами, с разными конфессиональными мировоззрениями живут в мире и согласии. И... Нормально, нормально, нормально. Ничего, ничего, ничего. Хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать мира, добра и счастья и развития нашего государства. Хорошее выступление. Не, очень хорошее выступление. Ну, там два выступления это такое. Это... Это чисто... Да, чисто практика. То есть, с третьей попытки, да, вообще зажать. Что очень хорошо. Ну, во-первых, хорошо смотришься в кадре, камера тебя любит. И женщины, наверное. Во-вторых, жестикуляция. То есть, ты, вроде бы, и был зажат, а тем не менее, у тебя руки работали свободно, ты перечислял перечисления, один из жестов, которые расслабляют всех. А, и начал еще и по теме. Ну, то есть, еще и начал, как это, как там, руки сложил, пробуравил все пространство и на раз-два-три хорошим темпом начал. То есть, все нормально. Чисто повторить дома перед зеркалом или перед камерой, в любой такой интонации, и там, там, победа обеспечена на любых фронтах. Структуру забыл. Вот, если бы говорили, была структура. Да, ну, по структуре тоже это такое. Оно там, оно вроде бы расплывчет, но там есть один узел, второй. Началось хорошо. И я уже, например, видел, как бы, построение этой структуры уже к концу. То есть, отличное соединение праздника и присоединение. То есть, мы отмечаем в новой истории этот праздник, потому что, вот, вы взяли и присоединились уже. Это вообще наш самый хороший праздник в новой истории. То есть, структура уже наметилась, как бы, а вот, она не кончилась ничем. Ну, потерялась. Потому что, вот, не было цели, чем закончить это. Вот и все. Первые, скажем, практически трибунты, они были. Поэтому мы убили. Все было... Не, хорошо. Хорошо. Кто еще? Давайте. Дамы и господа. Леди и Дженнис. Господа и товарищи. Не хочу показаться эклектичным. Но, наверное, придется. Поздравляем, дорогие россияне. Поздравляем вас всех с праздником. Великим праздником. Который праздновается пятый раз. Но он будет праздноваться уже вечно. Хочу напомнить, кроме Минина и Бажарского, героя-анекдотов, но тоже такого же народного героя, как Ивана Сусанина. Который завел наших врагов самым чащим, гущим. И, благодаря таким Сусаниным, российский народ одержал окончательную победу. Также хочу напомнить, что этот праздник празднуется в религии православных. День иконы Казахской Богоматери. Это надо не забывать. Поэтому это, в том числе, и великий православный праздник. Верю, что Россия возродится из пепла, как птица Феникс. А потому ее ждет великое будущее. На этом хочу запомнить. Спасибо. Такое ощущение было, что вы разгонялись. Сначала вы как-то очень странно начали, просто непонятно все. Но не разогнался. А потом вошел в ритм и привыкли. Не захватил внимания и держал. Ни одному взгляда не подарил. Так хотелось в глаза посмотреть. Но мне не дарил. Не, но мне дарил. В основном, в основном же. Проблема смотреть в одну точку или в две. Надо их всех там. Но в целом все хорошо. Только вступление. Видно было, что пытался вжиться в роль. Еще и встал мне на главное место. Не, но вступал. Вступал. Да, да, ладно. Готов. То есть, проходил это аппарат. Зажартость чувствовалось. Но на самом деле все очень хорошо. То есть, реально живой оратор, готовый. Только надо вот это вот. Я себя оцениваю очень быстро. Тоже, кстати, неправильно. Вот мы фотосессию будем делать для того, чтобы все себя оценивали лучше. Да, потому что все, кто оценивает себя низко, они себе не дают разгона. Да. Кто еще? Вспышки были. Вспышки были. Начинаю с утра. Вспышки были. Здравствуйте, уважаемые гости, жители Крыму, россияне. Поскольку мы все проживаем в многорациональном, проскультурном обществе, позвольте вас всех поздравить с праздником Великого Единства. В этом день хотелось бы пожелать всем голубого неба, чистого солнца, мира, дружбы и доброты. И помните, вместе мы едины, вместе мы силы. Всего доброго. Вспышки. 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 Нет, а кто такой? Ну, во-первых, очень... Ну, во-первых, мне про красивая девушка вышла и реально я почувствовал, что это либо профессиональный экскурсовод, который завел нас в Эрмитаж. Ну, то есть раз, два, три очень конкретно, очень понятно и достаточно эмоционально. Ну, сложное слово только, мне кажется, многие могут себя поджинствовать проскультурно, например. Ну, да. Я как бы могу конкретсовать начать, вот как слушательный экскурс. Ну, это воспринимается, как некое, ну, возвышение. Ну, комментирует, ну, свежую, привычную на общественную экскурсовод. Ну, возможно. Не все эти знают слово. Я просто профессиональный экскурс. Я просто слушаю, да. Пересекаю. А с другой стороны, наоборот. Она как-то заинтересовала. Да. Просто, понимаете, фильм. Обключила. Мозг? Нет. Вчера я с образованием пришел, послушать бы надо. Вот такой очень фильм. Да, да, да. А из минусов, мне кажется, что как будто формально. Потому что не было вот... Содержания. Содержания нет, да. Содержания нет, да. Ну, я с историей вообще очень плохо думаю, поэтому... Нет, ну, никто ж не запрещает, опираясь на предыдущие, кораторов, собрать исторически... Содержания было чуть-чуть выше средней. То есть профессиональный экскурсолог, профессиональный оратор, но держал дистанцию. Да. Как-то так. Как ведь время. Ну, кто остался? А вы знаете, мне кажется, мы... Ну, я согласна с предыдущим оратором. Зарез уже не историк, да. Когда ты не знаешь сушки глубоко, да, то вот просто формально ораторство, ну, скажем так, и не хочешь. Да, потому что ты не в теме. Ну, что там... Если мы навыки вот эти просто хотим освоить, да, как та сороканушка, да, которая задумалась, как я там нужна. И она, да, всей работе. Вот, поэтому, в принципе, сначала в тему посчитаться, а потом тогда нет. Ну, кстати, вы у нас, между прочим, хоть и там в углу сидите, вы у нас источник искренности, дистанции, ну, и того, как это все разложено с вас в элитном. Нет, правда, правда. Это самое, там все сороканушка. Все равно надо быть в теме сначала, а потом уже там что-то давать. Ну, об этом мы говорили, что можно узнать историю вопроса и вообще предметов, о чем говорить. то есть, надо хотеть, а то какие-то минимальные. Я же поэтому сказал, что можно использовать предыдущие, потому что предыдущие, конечно, не хочется повторяться, но от исторических фактов, ну, куда не денешься. У нас еще раз, два, три мужчины, которые стесняются. Пробуем? Нет. Давайте. Давайте. Ну, давайте быстренько пройдем, аккумулируем, подведем итоги и пойдем дальше. Потому что у нас еще есть, у нас еще упражнение с лифтом. Дорогие соотечественники, товарищи, с седой древности до современности наш национальный народ всегда плечом к плечу стоял против любых интервентов, захватчиков, всегда объединялся, чтобы защитить наше государство. Так давайте не будем забывать этих уроков прошлого и всегда против любой опасности объединяться плечом к плечу и сражаться за будущее наших детей. Спасибо. Всем здоровья и чистого неба над головой. АПЛОДИСМЕНТЫ Круто. Ну вот, хочу стеснялся. Можно на митинг сразу. Ну, чистый митинг, да. Но с митинговой точки зрения, по-моему, вообще все идет. Да, и дети, хорошо. Голос отлично шел, потому что поменялись интонации. То есть большой урок на митинги? Нет. Нет. Нет? В прошлой жизни был агитатором при Владимире Чайкове. Нет, хорошо, хорошо на самом деле. Ну, пафоса много, но и короткая, емкая и пафосная митинговая речь. В принципе, как отдельный жанр, очень даже востребован. Всяги должны. А вы как? Да, да, нет, нет. Тут бесконечная. Давай. Здравствуйте, дорогие друзья, соотечественники. Много сказано, много сделано, но в этот светлый и хороший, памятный день я хотел бы пожелать каждому из нас помнить, всегда помнить всего о двух вещах. Первое, о какой дорогой ценой за наши с вами жизни заплачено. И второе, в принятии ваших решений научиться или вспомнить, как слушать голос сердца. Могли. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня же сами все праздники. Ну да, такое поздравление. Не, ну так профессионально так это все. Раз, два, три. И после пусть осталось. Нифига себе. И сейчас все ушли там перебирать и переварить. Ну хорошо. Ну я бы вот вашим, у нас как первая встреча не заладилась, я вот вашим решил воспользоваться советом. Много было сказано, много сделано. То есть, чтобы не пересказывать, там уже утомляется внимание. То есть, вы правильно заметили, мозги как мышца, они в разной степени тренировки у разных людей. И человек сам уже себе достроил, кого он видел, что сделано там. Ну это две важных вещи. Потому что, не знаю, видели ли, есть такой, он и прекрасный, и ужасный одновременный фильм «Эквилилиум». где люди химическими препаратами отключали эмоции. Вот если не научиться слушать сердце эмоционально как-то, не везде их трудить, но как-то уравновешивать. Мы превратимся в такое же общество. Ну да. А при нас еще один есть спикер? Нет, нет. Нет? Хорошо. Давайте подведем итоги. У нас тут демократия, да? А, сейчас я скажу. Ну я скажу немножко про другое, но в целом. В любом случае, начинать надо с картины. Не начинать с каких-то вступительных вот этих рапортов, знаете, там, Растанцова, Уживания. Сразу надо нарисовать либо случай, либо что видел, либо с кем поспорил, либо с кем подрался. Яркая эмоциональная картина, которая будет гвоздь, на которой дальше будем вешать картину. Дальше, что по структуре. Все, что касается прошлого, все, что касается картинки будущего, и визуализировать, как эту картинку будущего достичь. По большому счету, у всех была примерно такая же структура. Ну, плюс-минус, понятное дело. А я поздравил, ну, когда записали там всех ведущих на канале, и, в общем-то, там, с днем единства. У нас был скандал. Я в Фейсбуке, что там, зажигаю иногда. И мне мой один знакомый из Москвы сказал. Чего, говорит? 4 ноября. Да у нас в ноябре обязательно должен быть праздник. А поскольку Великая Октябрьско-социалистическая революция, ее похерили, то решили срочно придрюбить 4 ноября. А что такое 4 ноября 12-го года? Это, вроде бы, Ляха выгнали, а на троп посадили кого? Романова. А Романова это кто? Это который через 30 лет принес рабство. И начал меня таким вот образом грузить. И, по большому счету, возразить вроде бы нечего. Было 7 ноября, это праздник ноябрьский. А 4 ноября его подменили, и оно, вроде бы, недавно. И мы не понимаем до конца всех смыслов. А смыслы очень простые. Во-первых, их икона. Ну да, в Казанцове только в разе. То есть, кроме опорной модулирующей волны, есть еще опорная более древняя. На секундочку. А в-третьих, есть вот какое свидание. Мне рассказал один офицер Генерального штаба. Он говорит, Дима, ты когда-нибудь видел изображение сатаны? Люцифера. Я говорю, ну, вот недавно в Соединенных Штатах Америки там статую поставили, церковь учредили там. Он говорит, а ты знаешь, что у него написано, вытатуировано на левой руке и на правой? Я говорю, нет, не знаю. Он говорит, это в ордене вот этих туплиеров. Они поклонялись через прокладочку, они поклонялись ему, и там вообще в их трактатах это все написано. На левой руке написано разделяй, а на правой руке застывай. Это по-латыни. Разделяй и застывай. И по большому счету вся человеческая история это разделение людей на народы, на конфессии, селекционным путем на выведение разных типов цветов волос, глаз, разделение людей так, чтобы их можно было в любой момент стравить по любому поводу. И только русская цивилизация отличается, она же многонациональная. И мусульмане, и буддисты, и православные, причем христиане же есть православные. Ну, мусульмане, суниты, шииты, там очень тоже много разделений. Среди христиан старой веры, старинобрядцы, сектантов там можно десяток перечислить, православные, католики и так далее, и так далее. И все это создано под влиянием «разделяй и застывай» специально для того, чтобы в любой момент можно было всех строить. И только в русской цивилизации есть концепция, которая и выражается в день иконы казанской главной матери, когда разные объединяются. Очень мне понравилось выступление на Соловьева шоу, где он говорит, вот демократия, демократия, идеология Запада, а что у нас? Да нам все равно кто мы. Вот вы мусульманин, будьте мусульманин. Вот православный, будь православным. Вот ты негр, будь негр. Самое главное, ты останься таким, какой ты есть, только не режешь никого. Так, чтобы общество человеческое было ладно на этом. И в принципе 4 ноября, даже если не рассматривать 1612 год, а только сосредоточиться на антисатаминской идеологии русской цивилизации, это и есть праздник народного, многонационального единства, с чем я вас всех и поздравляю. Соединяй и здравствуй. Да, соединяй и право. Разделяй и власть, соединяй и право. В принципе, это теми же словами о сатанизме и о русском антисатанизме. Да, разделяй и власть. Ну да. Так, а теперь давайте мы с вами сделаем упражнение, которое, собственно говоря, лифтом и является. Вообще по 100 долларов. А, по 100 долларов, да. Есть речевые характеристики, которые нужно коллекционировать и выписывать в блокноте. Это не мое изобретение, это изобретение моего, там, товарища и друга, который, ну, на одной курсе не любит. Когда он подходит в банк, поменять 100 евро или 100 долларов, он ведет себя следующим образом. Сидит себе барышня, там, любого возраста, сидит себе красиво в банке, занятый какими-то делами. Он обязательно скажет риторическую фигуру, которая называется сравнение. Он подойдет, держит 100 долларов и говорит, здрасте, поменяйте мне как брату. Сразу достигаются две вещи. Максимально сближается дистанция. Как брату, тем более юмор, тем более шуточка. Парень обаятельный. Брат его такой вот. Сидит себе девушка такая. Она даже если у нее нет чем поменять, там, или еще какие-то проблемы, она все равно уже другое отношение. А всего лишь один риторический оборот, который, ну, понятно, он излучает мне это сообщение о доброжелательности. Но само риторическое вот это вот сравнение, помените мне как брат, сразу решает все задачи. Меняет. И обязательно по коде композиция. То есть, мало того, что это риторический оборот, сравнивающий тебя с ее братом, это еще картина, которая делает тебя чуть ли не родственником. И это яркая вспышка мозга. Она запоминается. Она поменяла и по коде, по композиции. Надо заплачивать тоже примерно таким же образом. Когда забирают деньги, он говорит, спасибо. Настоятельно. Она уже просто чуть ли не смеется. Но ей очень приятно. Излучил это сообщение о доброжелательности очень сильно. Развернулся и пошел. И вот человек, на самом деле, у него шлейф, он вокруг себя сеет позитивно. В любой жизненной ситуации у него заготовки. Это заготовки. Это там есть искренность, но в целом это консервы, которые он заготовил. Он специально этим занимался много лет. Тоже был за рикой, там были мухасовичевые проблемы. Но человек себе поставил целью сеть вокруг позитивно. Это ему очень помогает в жизни. А можно запомнить? Я просто не особо люблю смотреть телевидение его. Но часто очень ходят на большом экране. По-моему, такой вот мужчина Киселёв его, кажется, фамилия. Вот вы обращали внимание, я бы даже вам напомнил. Он когда начинает падать, вот так пробовал, начинает трогать пальцы. Ну, наверное, из-за нового вас слышали про якоище, да? Почему вам не заготовить? Вот 10 пальцев на обеих руках, да? Можно еще как-то незаметно. Уши, локти. Не заготовить себя. Чувствуете? Нет уверенности. Могу потеряться, могу провалиться, могу нет. Раз, две, там, не фини. Все, пошел, пуск, химия мозга работает. Вы там как с автоматом эти все слова потом даете и все. То есть, это правда то, что вы говорили. Что бывает перегруз логики и смысла, но не хватает вот именно эмоционального. Просто, что я человек и вы человек. Я пытаюсь вот вам, ну, а это что-то передать. Да, Леночка. Привет. А, извините, это что, установка что-ли? Это пуск, ну, как грубо говоря. А как договориться, что это спокойствие? Просто дергается. Нет, отдаешь. Нет. Вы можете радио в искусственное состояние сделать. Спокойствие, уверенность или наоборот приподнятости. А вы корректировали, а как с англой зимой вы говорите? Нет, в смысле. Пожалуйста, вот наберите любое там МЛП и корректирование. И там столько вам и видео, и аудио, и русско, и текстовая информация. Так, ну, согласен. Мы сейчас с вами, фу, там у нас это самое, что-то полиция приехала и меня просит. Ну, мы сейчас с вами, давайте закончим следующим образом. Мы сейчас упражнение, связанное с лифтом, наверное, делать не будем. Отложим его. Я его еще запишу отдельно на видео. Кстати, очень пользуются спросом на то, что мы здесь пишем. Люди там реагируют. Я сейчас вам поскольку тема сегодняшнего занятия эмпатия, я давайте сейчас подробненько расскажу о том, как людей читать. С точки зрения психологического возраста. Знаете о психологических возрастах? Нет. Ну, то, что в каждом ребенке есть ребенок, взрослый, а? Только как, за что это шутать? Как это все видеть и, собственно говоря, как читать людей. Тема объемная, я ее сейчас очень, ну, минут за 20 я ее сейчас изложу. Значит, если взять на шкале X и на шкале Y разместить так называемые материальные и духовные ценности, казалось бы. Ну, то есть, например, вот эта точка 0, вот в этом направлении материальные ценности зарабатываются, они приходят. То есть, человек их приобретает. А вот здесь он только их потребляет за чей-то счет. Ну, например, дети, естественно, сами ничего не зарабатывают, они живут на балансе у родителей. То есть, все понятно. Вот это шкала материальных ценностей. Здесь приход, здесь за чей-то счет. Точно так же здесь шкала духовных ценностей. Здесь их вырабатывание, а здесь подчинение чужим моральным правилам. Вот простая такая шкала. И получается, что если взять и разбить ее на 4 квадранта, то выясняется, что вот это вот детство, как психологический возраст. То есть, ребенок, который рожден, он потребляет материальные ценности на балансе родителей. Ему нужно есть, пить, ему нужно, ну, чтобы ему задницу выдирали. Сам он не может существовать, поэтому он 100% живет на балансе родителей. Соответственно, родители ему, с точки зрения правил, что такое духовные ценности, это правила поведения. Они ему показывают, навязывают, иногда кричат, не делая этого. Он и потребляет и правила, и материальные ценности. Это чистое детство, оно характеризуется таким понятием, как потребности. Ну, то есть, у ребенка есть потребности, их нужно удовлетворить. Это нижний левый квадрант. Очень визуальный образ, очень удобный, полезный для того, чтобы читать людей в обществе. Юношество. Очень интересная штука. Кстати, насчет детства. Мальчики и девочки очень сильно отличаются. То есть, мальчики, например, у них такой есть характер, они, хотя и подчиняются взрослым правилам, но у них заложена программа, когда они все равно свои правила хотят устанавливать. Когда они дают игрушку мальчику, они ее ломают просто для того, чтобы посмотреть, как это устроено, показать свое я, свою власть над этим и, в принципе, проявить свою волю. Поэтому некоторые мамы, которые бесплатно в одиночестве воспитывают, уж сильно, когда мальчиков давят, они на самом деле воспитывают из них не харизматика. Это тоже важная речь. Тут много деталей, их нужно описывать. Я запишу когда-то даже в видеолекцию на этот счет. У девочек немножко другие нюансы. Девочки, кроме потребностей в еде, в питье, в одежде, у них есть потребности в ролевых играх. Они нуждаются в игрушках, в куклах, во всяких таких вещах, которые материальные, но которые дают ей некий духовный опыт ролевой игры. Есть девочки, которые в детстве этого не имели, и они догоняют недополученный опыт вот в таких потребностях неявных, они их догоняют в этом, в этом, в этом образе. И получается, что все равно за жизнь некоторый опыт люди вынуждены догонять. Есть юноши, которым уже за 60, они все еще не нагоняются. Это примерно из этой работы. Что такое юноши? По-прежнему висим на балансе у родителей. Но уже начинаем диктовать свои правила, потому что вот это вот период голового созревания. Вот эта точка времени, шкала времени у нас по кругу. Вот эта точка полового созревания, возникают гормоны, возникает необходимость, потребность ставить себя хотя бы на уровне сверстников по возможности и ставить себя на уровне сверстников на гибаря старших, диктуя свои правила. И у юношества только из-за того, что есть такое понятие как секс и гормоны, возникает такое понятие как, ну, устанавливать свои правила. Понты, да я не буду слушаться, я буду сам. Вот это вот гормональное созревание, оно очень у мальчиков в последнее время, я наблюдаю, поскольку занимаюсь педагогией, когда сотрудничаю со школами, то мальчики лет 9, 8, первоклашки, второклашки и до 12-ти, включительно лет, они просто оторвают нас. То есть неуправляемые, агрессивные, дрочливые, обидчивые и так далее, и так далее. Это связано прежде всего с тем, что пройден вот этот вот момент времени, а вот этот вот момент времени еще не… вот это где-то 12 лет, вот это вот 8. Вот этот промежуток считается самым-самым сложным у мальчика. Не у всех, но у многих, особенно у харизматик. Ну, это юношество. Юношество, в отличие от потребностей детства, юношество у нас характеризуется таким понятием, как желание. Ну, прежде всего сексуальное желание. Вообще они определяют все поведение юноши. Вот эта точка, она очень интересна. Женщинам, особенно молодым девушкам, очень полезно они и знают. Именно с точки зрения мужчины. Это называется точкой гаммета. Помните так гаммета? Аферия. Что случилось с Аферией? Она умерла. Она оказалась на кладбище. Она так любила гаммета, что была готова, собственно говоря, и жизнь положить, что в результате и произошло. А кто был гаммолет? У гаммета, если вы помните, основная характеристика, которую он ретранслировал всю пьесу «Быть или не быть». На самом деле, кроме общих смыслов, которые уже традиционно стереотипно воспринимаются, что такое «быть или не быть»? Это выйти из чего-то баланса материального и начать генерировать самому. Что такое начать генерировать самому и выйти из чего-то баланса? Это взять на себя ответственность. Точка гаммета для многих мужчин современных, особенно тех, которые за 35 и у них нет ни детей, ни семьи, это они по-прежнему остаются в квадранте юношества. Даже если у них есть компании, надо еще посмотреть, на чем баланс эти компании были зачаты, но если нет ответственности в личной жизни, в одной из самых сакральных сфер жизни, то точка гаммета не переедена. И женщинам, особенно которые в социальной роли Аферии, которые… А, и кстати, вот эти юноши, они очень сексуально притягательны. Девочки реально привязываются до умопомрачения и реально могут оказаться на кладбище так же, как Аферия. То есть, если вы видите мужчину, который… Это надо трансферовать девочкам. Если видите мужчину, который точку гаммета не перешел, ответственность на себя брать не собирается, заводить проекты, создавать компании, рожать детей, учреждать семью не собирается, то с ним… Так, очень поверхностно надо себя вести, потому что… Ну, это опасно для жизни. Надо сказать, что точка гаммета за жизнь проходит несколько раз. Многие мужчины, у них есть циклы, они эту точку гаммета проходят несколько раз в жизни. То есть, бывает так, что ты из юношества переходишь, берешь все на свой баланс – это своя ответственность. Учреждаешь предприятие, заводишь семью и так далее, и так далее, и так далее, и вдруг случается кризис, еще что-то и так далее. У вас мужчины падают. Как правило, падение мужчины связано с тем, что расстрагаются в браке, жены уходят. И тогда человек падает на чей-то баланс снова. И опять возвращается, и опять пытается перейти в этот проектный период. Это проектный период. Вот в этом проектном периоде находятся все предприниматели, все стоячие политики, не паразитического толка. Но есть же политики, которые, например, там сзади клан кормят, а он какой кэр заносит из какого-то дохода на место. Вот здесь вот находятся все конкретные люди, которые хорошие аттракты, которые экономят время, которые не будут тратить время впустую, потому что он, проектный период, он на самом деле всей длительности жизни не такой уж и большой. Поэтому время экономится. Поэтому сразу же отсекаются все пустозвоны, отсекаются все люди, которые находятся вот в этом квадранте, а это могут быть и 40, и 50 лет, люди, которые не добрали определенные виды уроков. И по большому счету находятся еще на чем-то балансе. А здесь люди, которые имеют ответственность, имеют семьи, проекты, которые экономят время, его не так много. Вот наша аудитория, с которой мы общаемся, у которых мы просим инвестиций, с которыми мы сделаем дела, это женщины, которые ориентированы на этот сектор, и, естественно, мужчины, которым мы возле партнеров. В принципе, все публичные выступления, большая часть, адресованы вот этой вот аудиторией. Нужно четко структурировать, с кем мы разговариваем, как мы понимаем поведенческие всякие там штуки и так далее, и так далее. Получается, что вот это самый самодостаточный период времени. На самом деле это возраст, условно, от 28. Ну, по большому счету, если считать жизнь дюжинами, китайский якобы календарь, но это русский календарь, 24, 36, 48, вот мне 48 упало. Я вошел в пятую дюжину, 60. То, по большому счету, вот это раньше, еще во времена Пушкина, описывалось 12-летний цикл, вот это описывалось 24-летним циклом, вот это было 36, а вот дальше 4-й квадран был вот такой. Просто сейчас немножко замедлилось время. Если почитать Евгения Онегина, ей было 18 лет, и уже в то время люди рожали там десятками. То есть тогда, в 19-м веке, в начале 19-го века, шкала временная была немножко другая, чем сейчас. Сейчас у нас примерно от 28 до 55, до 60, а вот здесь все, что за 60. Это психологический возраст, детство, будушество, проектный период, ну и, условно, зрелость. Единое детактичное слово. Что такое зрелость? Денег, заработанный за жизнь, ну понятно, что зрелые люди бывают разные, но, в принципе, пенсионная система, которая создана специально для этого, и плюс то, что наработано за предыдущие годы, плюс дети, плюс предприятия, в которых зрелые люди иногда имеют долю. То есть, материальных ресурсов, в принципе, хватает. У нас пенсионеры, ну, живут на пенсию, ну, бывают по-разному, живут, но, тем не менее, они не занимаются тем, что каждое утро еще, там, 500 рублей, чтобы купить кусок хлеба, ну, заработать с нуля. Есть прожитая жизнь, есть базис, есть пенсия, есть там какие-то вещи. Но они уже подчиняются правилам, которые устанавливает вот этот подарок. То есть, у нас управляет страной, по большому счету, вот эта возрастная категория. Соответственно, когда мы готовим публичное выступление, надо сразу же себе определить, а кому мы его адресовываем. И, исходя из этого, нужно каждого человека протестировать, например, чего в нем больше. Ребенка, юноша и так далее, и так далее. Есть люди, которые... А, что самое интересное. Вот зрелые люди, это не значит, что они, ну, уже вообще отошли от него. Нет. У них жизненного опыта такого достаточно, что они, с точки зрения секса, с точки зрения понтов и желаний, могут дать флору юношуству. Ну, только в силу прожитого опыта. Иногда праздники, которые проводят люди за 60, по крутизне эмоций, ну, детям или юношам еще умыться. Вот эта вот шкала, это как отче наш любого арабора. Любого управленца, любого человека, который занимается кадрами, который вообще выстраивает коммуникацию со всеми людьми. Понять чего, где больше. Понятное дело, что ответственные люди... Берешь ты, набираешь себе в команду там людей, начинаешь отбораться. И четко понимаешь, что вот этот человек находится вот в этом квадрате, много понтов, но делать ничего не будет. Ответственность ни за что нести не будет. Ты ему должен объяснить, что сделать. Ты за него должен либо рядом с ним это сделать. Ему заплатить за то, что он хотел на работу. И еще уделить внимание всем другим. Это характеристика наемных работников вот этого квадрата. Вот с этими людьми приятно иметь дело во всех отношениях, потому что есть такое понятие, как свой баланс, своя ответственность. Вот это ключевая характеристика для всех ораторов. Надо, прежде всего, понимать и чувствовать свою аудиторию. С кем разговариваем с точки зрения психологического возраста? Не загрузим, да? Совсем? А допустим, людям, которые находятся в Беск, это попроще объяснять надо с точки зрения оратора? Или в чем разница в работе с определением, да, с кем мы работаем? То есть... Тут основная методология работы с детьми, она построена на том, что мы материальные вопросы с ними не обсуждаем. Они и так запакованы балансом родителей. Весь вопрос в том, они-то воспринимают правила, ретранслируемые взрослыми по-своему. У них уже есть гормональные изменения, особенно где-то тут 6-7 лет, они уже начинают свои оправления. И вот для того, чтобы сделать правильный баланс между навязываемыми правилами и давать свободу, чтобы человек себя проявлял, здесь ключевое понятие – это игра. Те же куклы для девочек или социальные ролевые игры для мальчиков. У мальчиков по спасу, по старым казацким методикам, к 12-м годам он должен был уже очень многие вещи знать. Даже если когда-то... Мне, кстати, вот это сократили мою программу «Информационная война» в марте месяце, из-за того, что я 9 марта зачитал список, чему обучали в дохристианской Руси мальчиках и дед. Почему нет? У меня, кстати, где-то лежит эта штука на этом. За 9 марта эфир на Ютубе. Есть? Можно посмотреть. Я... Да. Ну да. Ну, потому что это... Ну, воспринялись, что это антихристианское, хотя на самом деле я же преследую лад. Ну, я просто... Полезно знать, чему учили в тех временах, потому что эти знания начали отскакивать, от вырезать. Вот здесь вот всё строится на правильной методике подачи, на то, чтобы здесь построить рапорт, если мои науки рассуждают. То есть настроить интерфейсы так, этих двух компьютеров, маленького и большого, чтобы было максимально возможное взаимопонимание, держать интерес, держать внимание, визуализировать и приходить к какому-то результату. То есть это игра. Вот. Значит, на следующем занятии мы с вами построим занятие следующим образом. Ну, во-первых, я вот это вот всё изложённое видео сделаю в видеоролик, раздам свободное плавание. Я и тот уже сделал, я его ещё не просто не раздал. Мы с вами будем разбиваться на пары и заниматься диалогами. То есть мы не только будем делать публичное выступление, но будем и с вами пытаться взаимодействовать с любым человеком. Вот это вот упражнение, которое сегодня мы не успеем сделать, это лифт. Ну, когда вы миллиардерус подсаживаетесь в лифт, и за 9 этажей вам надо сделать презентацию. Вот мы с вами последовательно на трёх упражнениях за занятия пройдём все этапы, всю структуру, что говорить, что не говорить, и где, собственно говоря, ловить моменты. Самая главная молитва и вообще принципы взаимодействия с неравными по статусу – это первый принцип продавца – не все клиенты наши. То есть ни в коем случае не упираться рогом во что бы то ни стало. Второе – не всё обязательно нужно сейчас сказать, нужно оставить на потом. Из-за чего распадаются несчастливые браки? Потому что мера не поздно, но она закончилась. Уже всё известно, стало скучно. То есть нельзя загружать всё сразу же. Надо сделать так, чтобы ещё было интересно встретиться. То есть не перегрузить, не загрузить и не рассказать сразу всё, но заинтересовать нам дальнейшую встречу. И вот как выстроить вот этот пинг-понг? Что говорить, вплоть до последовательности речевых заготовок? Мы с вами будем это всё обсуждать и тренировать в парах. Пары будут меняться. Как-то так. Домашнее задание, дайте, пожалуйста. Да, домашнее задание. Не все смотрели ВОП кого посмотреть, не все смотрели ГОБДО ПАСА посмотреть. Делать упражнение АУОЭЫ. Да, да, да. Но кроме речевого аппарата делают обязательно упражнение, связанное на спину, потому что многие люди плохо говорят, потому что сутываются. Я сутываю вообще по жизни, но себя заставляю. Как только мы плечи распрямляем, как только вот этот вот столб становится, говори, становится речь. Говоришь мощнее, тебя много, ты можешь загрузить, если это надо, а может и нет, если надо включить задание. Вот этот вот баланс, выступить или отступить, вот это вот ключевой, кстати, в диалогических выступлениях. В монологических ты, понятно, должен молотить и молотить, а в диалоге надо танцевать, вот знать меры. Что сказать, где отступить, почувствовать, особенно если перед тобой вот этот человек. А эти люди очень конкретные. Вот в пределе, ну, например, заходите вы в кабинет, пересекли вы секретаря, вас допустили в тело лица ЛПР, лицо, принимающее решение. А ЛПР – это всегда вот этот баланс. И вы, например, продаете там, я не знаю, мобильное телефоне. Или еще что-то. Или, например, информационно-юридическую вот эту гарант программу. Или один пес. Да не важно что-то. И вы заходите, и вот с чего начать? Потому что с твоей стороны будет вопрос. Что ты хочешь? Сколько стоит? Скажешь, сколько стоит? Дорого – до свидания. Вот в три этапа тебя обортанут. Вопрос – а как зайти? С чего начать? Какой скрипт выдавить? Как рассказать? Вот, собственно говоря, это следующее занятие все будет посвящено скриптам, диалогическим скриптам, сценариям, разный тактик подхода, обхода, переговоров. Чтобы выйти потом и сказать, я его снял. Ну, как это? Вопросы? Пока большого домашнего задания не будет. Пока это все перевалите. Достаточно того, чтобы, особенно про психологическое возрастание, я только самое начало дал, там такие глубины есть, как читать людей. В следующий раз, когда встречаемся, вторник, год? Мы, на самом деле, субботу. В субботу мы не встречаемся. По вторнику будет рассылочка. Сейчас еще решить. Я боюсь, что вторник могут у меня вырвать, а четверг будет точно. А вторник на утро нельзя, если будут вырвать вечер? Это там вырвут, нам вырвут? Нет, утро как раз может. А вот вечер у меня вырвут. В контакте, в группу. Да, да, да. То есть мы рассылку сделаем в контакте, в группу. Не слушаем, Владимир? Нет. Нет, еще нет. Ну и самое дело, мы сейчас. Давай. Продолжение следует. Продолжение следует.